Значит так, Тименская область, деревня Ангарка. Перелески Свердловской области, поля Томска и вот предгорье Алтая. Чтобы попробовать Россию на вкус, москвич Александр Колесников вышел из душного офиса, сел за руль УАЗа и отправился колесить по родной стране. Конечно, в каком-то смысле без авантюризма в такие путешествия отправляться нельзя. Тем более, когда ты не знаешь, что будет даже не то, что завтра, а то, что через час будет. В таком формате существовать довольно продолжительное время, на самом деле, довольно тяжело, как бы устаешь от этого, естественно. Ну, как-то вот, ну, это должно нравиться, чтобы это делать. Дорога до каштовки выдала сложнее, чем я думал. Пять месяцев дороги, более 30 тысяч километров за спиной. Как признается сам путешественник, амбициозная идея проехать Россию за раз на деле не так проста. Газуй! Ну, и плюс мне нравится еще рассказывать истории, вот, собственно говоря. Я в этом смысле совместил две свои, так скажем, я не знаю, как это, хотелки, так можно сказать. Мне нравится и рассказывать, грубо говоря, такая журналистская, можно сказать, работа, ну и путешествия. Так появился проект «Аритмии по России». Старт был дан из Смоленской области, а после города – один за другим. Конечная точка – Владивосток. Путь прокладывает зигзагами. Карта отчетливо напоминает кардиограмму. Сама идея кардиограммы появилась уже, на самом деле, незадолго до выезда, когда я начал уже прикидывать маршрут. Я понял просто, что это похоже на кардиограмму. Вот, и, ну, я посчитал, что это символично достаточно. Вот, а «Аритмия» тоже быстро пришло, потому что я везде говорю, что один из моих любимых фильмов – «Аритмия Хлебникова». Поэтому очень быстро, да, тоже идея родилась. У проекта уже появились свои фанаты. Путевые заметки Александр публикует в блоге. А позже планирует написать о своем путешествии книгу. О том, какая Россия разная и какие разные люди встречаются на пути. Кристина Чернова, Илья Питков. День с толком.